Музыка На Харьковском скалодроме «Вертикаль» состоялся первый в истории Кубок Украины по альпинизму на стенде. Его хозяева победили в двух номинациях. В мужской категории победила смешанная пара Анатолия Чинаш и Елена Рябко. В женской категории победу праздновали Ольга Заколодная и Валентина Дегтярева. Кроме того, на счету харьковчан три серебряные и одна бронзовая медаль. Здравствуйте, это «Спортивный интерес». Только главные события харьковского спорта за неделю. Сегодня в программе. Маунтинбайк. Открытие летнего сезона в Харькове эстафетным чемпионатом Украины. Футбол. Металист снова играет по нолям. Гелиос побеждает на выезде. Футзал. Харьковский локомотив за матч до финала экстралиги. Легкая атлетика. Победы харьковчан в Украине и за ее пределами. Волейбол. Итоги сезона. Локомотив первый с рекордом. Юрокадемия третья с подвигом. Бокс. Первый юниорский турнир на плизы Сергея Данильщенко. Сюдо. Чемпионат области. Проверка готовности перед Кубком Украины. Другие события недели с участием харьковских спортсменов. Спонсор Показу. Инвеститина. Группа ДИЭЙДИ. Во Львове состоялся чемпионат Украины по велогонкам на треке. Харьковчане стали обладателями наград всех достоинств. В спринтерском многоборье Андрей Винокуров выиграл мужской зачет. В женском Елена Старикова заняла второе место. В многодневной групповой гонке Александр Мощенский стал вторым среди мужчин. Максим Лучин среди юношей. У девушек на третьем месте по итогам омниум спринта остановилась Ангелина Лукашева. Ну сначала проходила она тяжеловато, а потом уже легко покатилась. Сначала посидела, потом ушла в отрыв и доехала первой. Готова, настраиваюсь сейчас на Львов, на майский Львов третьего, четвертого гонка. А в Харькове официально открылся местный летний сезон у маунтинбайкеров. На трассе в лесопарке провели чемпионат Украины по эстафетам и вторые этапы национального первенства по элиминатору и олимпийскому кросс-кантри. Соревнования получили сильными и количественно – 113 участников из 16 областей и качественно – три мастера международника. Среди них харьковчанка Ирина Попова, которая в составе сборной страны борется на европейских трассах за вторую путевку от Украины на Олимпийские игры в Бразилии. В первый день Попова выиграла скоростной элиминатор, оставив на втором месте луганчанку Екатерину Набережную и Алину Суслину из Купенска. Позднее начало сезона лучше пошло, чем в том году, потому что в том году рано начали, уже под конец сезона все понадоело, уже наездили сегонок кучу. В этом году чуть позже начали, на Кипр не ездили, заложили базовую подготовку, накатали объемы, потихоньку с первого чемпионата Сужгорода начали раскатываться. Потом в Европу прошли первые пару стартов, раскатились. Как раз к этой гонке уже нормально начало сезона пошло. На второй день маунтинбайкеры соревновались в эстафетной дисциплине. Здесь за смешанную команду должны ехать четверо – мужчина, женщина, андер и юниор. Порядок появления на дистанции – произвольный. На сей раз получилось зажигательно с интригой и динамикой. На кругу длиной 3,8 километра разбираться нужно быстро, кто не успел, тот опоздал. Тимур Русия вывел команду Донецкой области со старта на первое место, далее шел Луганск на третьем – Дмитрий Савенко из Харькова. Он передал эстафету Александру Коняеву, который не только отыграл одну позицию, но и почти нагнал лидера гонки. Почти потому, что на последних метрах перед передачей у него сломалась цепь. Ехавшая за Харьков в третьей Попова вывела команду на первую позицию, но оторваться от преследовательницы, дончанки Ирины Слободян, возможностей не нашла. На последнем кругу разбирались мастер спорта международного класса Дмитрий Титаренко от Донецкой области и вчерашний юниор, еще один представитель харьковской команды Рома – Игорь Скобеев. До первой горки они мчались вровень, а потом опыт и мастерство победили молодость и запал. Донецкая область выиграла, Харьков – на втором месте. Мы, конечно, рассчитывали, чтобы Ира уехала и привезла какое-то время, для того, чтобы Игорю хватило времени, чтобы приехать первым. Но не получилось. Прокол Ханяева, ну, можно сказать, что вывел из строя. Это мы потеряли именно эти 30-40 секунд, которые мы должны были выиграть, скажем так. В юношеской эстафете вторая сборная Харьковской области, за которую гонялись Захар Мельник-Семенюк, Олег Перепелица, Ангелина Лукашева и Алексей Лавренко, заняла третье место. Днем ранее в элиминаторе Сергей Петренко стал бронзовым призером в мужском зачете. Мария Шерстюк выиграла девичий финал, Лукашева финишировала следом. В этом виде велоспорта Харьков примет много соревнований в летний период, но главная задача одна. У нас сейчас и конкретная программа идет на подготовку к Олимпийским миром-2016. Вот сюда и нацелена вся наша деятельность. Это согласно с Министерством молодей спорта Украины, это согласно с нашим департаментом, с руководством. И мне приятно, что мы нашли взаимопонимание, находим сейчас. Во-первых, календарь составлен. Это не только учебно-тренировочный сбор, это и соревновательная деятельность. То есть все расписано под подготовку к Олимпийским миром-2016. На третий день Попова выиграла Олимпийский кросс-кантри среди женщин, проехав 9 кругов по 4.800 первой. В девичьей возрастной категории золото выиграла Лукашева. Савенко стал третьим среди юниоров. Стартовал женский чемпионат Украины по футболу. Действующий чемпион и обладатель Кубка страны Харьковский «Жилстрой-1» первые матчи провел дома и праздновал победы. Дважды подопечные Ярослава Лансфера обыграли Мариупольскую Ильичевку 2-0 и 4-0. Серебряный призер «Жилстрой-2» в свою очередь победил уманскую команду «Ятраньбазис». Счет 4-0. В 21-м туре Премьер-лиги «Металист» играл в Запорожье против «Металурга». Как говорится в пословице, игра была равна. У харьковчан самые яркие моменты для взятия ворот не реализовали Сергей Назаренко и Артем Беседин. У хозяев дважды в завершающей стадии сплоховал Никита Татарков. В итоге 0-0, третья подряд – нулевая ничья для «Металлиста». Не использовали свои моменты и вот из-за этого не можем забить. Надеюсь, забьем один мяч и прорвет, и будет все нормально. В главном матче тура и всего чемпионата «Шахтер» во Львове сыграл с «Динамо» тоже в сухую, а победа нужна была дончанам больше. Днепр малой кровью одолел Ильичевец, «Заря» вырвала волевую победу у Гаверлы, «Ворство» переиграла Волынь, а «Карпаты» прорвала в домашнем матче против «Олимпика». Первые два места в таблице остались с прежней разницей, а вот Днепр теперь отстает от «Шахтера» всего на один пункт. Савчане наоборот приблизились. С последнего места ушли Карпаты. В следующем туре «Металист» примет ближайших преследователей в «Горску». «Динамо» и «Шахтер» вряд ли испытают трудности с соперниками, Днепр тоже наверняка постарается повторить кубковый успех против «Черноморца». Еще один интересный матч «Заря» – «Метадон». В 23-м туре первой лиги «Харьковский Гелиос» играл в Полтаве против одноименного клуба. Гости вышли вперед в дебюте встречи после дальнего удара Евгения Задои. До перерыва обе команды могли изменить счет на табло. Полтавчане Артем Недоля и Владислав Насибулин не сумели реализовать эти моменты с одной стороны, тот же Задои и Сергей Кравченко с другой. Он же после возобновления игры вышел с «Фратарем» один на один, но переиграть его не сумел. На 76-й минуте задача хозяев усложнилась. За вторую желтую карточку поле покинул Максим Боровец. «Солнечные» использовали численное преимущество эффектно. Кравченко вышел на очередное свидание с Максимом Кучинским и пробил голкиперу в домик. «Гелиос» выиграл 2-0 и поднялся в таблице на 8-е место. Первые два полуфинальных матча футзальной экстралигии «Харьковский локомотив» провел дома против «Энергии». В первом поединке хозяева играли, как в песне, широко и опасно. В середине первого тайма их вывел вперед со штрафного удара Виталий Киселев, а в концовке тайма успех принес еще один стандарт. Сергей Журба скатил после углового Николаю Белосырковцу и счет удвоился. После перерыва третий гол сделал Александр Сорокин, а забил его Дмитрий Федорченко. 3-0 «Локомотив». Повторный поединок сложился куда интереснее. В нем уже на 16-й минуте тот же Саша Сорокин получил вторую желтую карточку. Но и энергия к тому времени сидела на пяти фалах, а после шестого Журба не реализовал дабл-пенальти. В начале второго тайма с подачи Никиты Шпигаря счет открыл Дмитрий Шамли. Но гости сумели уравнять цифры на табло после эффектного удара Николая Грицины. Впрочем, равновесие продержалось всего три минуты, после чего Журба реабилитировался, пробив слету. От перекладины мяч влетел в ворота. Как бы игра не очень получалась сегодня. Вчера было намного лучше. Но будем работать, чтобы ехать во Львов и там оформлять выход в финал. Гости пошли играть в Пятером, но все, что они сумели, это позволить Денису Овсянникову пробить по пустой рамке и попасть в штангу. 2-1 за локомотивом в матче и 2-0 в полуфинальной серии. На выходных она переедет во Львов. В Одессе завершился юношеский чемпионат страны по бадминтону. Его двукратной победительницей стала харьковчанка Марина Ильинская. В одиночном финале она одолела свою одноклубницу Анну Михалькову. В миксте подопечная Михаила Стерина и Александр Колесник из Днепропетровска были сильнее харьковской смешанной пары Михалькова-Владислав Стерин. В женском парном разряде Ильинская и Дарья Голицына заняли второе место. В Армении завершился командный чемпионат мира по шахматам. Сборная Украины с двумя харьковчанами в составе Павлом Ильяновым и Александром Моисеенко почти весь турнир лидировала. Украинцы обыграли россиян, армению, египетскую сборную, а также Израиль, Индию и Кубу. Проиграли наши только американцам, а с Венгрией и будущими победителями – китайцами. Сыграли в ничью. Итог – серебряные медали. В то же время китайском Ченчжу прошел аналогичный женский турнир. Сборная Украины, возглавляемая харьковским специалистом Михаилом Бродским, заняла пятое место. За страну играли действующая чемпионка мира Анна Музычук из Львова и экс-чемпионка планеты харьковчанка Анна Ушенина. В Черкассах состоялся чемпионат Украины по легкоатлетическому бегу на 10 километров. Харьковчанка Татьяна Вернигор продолжила на нем серию успешных выступлений. После победы на харьковском полумарафоне и бронзе на марафоне в Польше воспитанница Петра Иванова стала третьей и на десятке. Время – 34 минуты 23,6 секунды. На 7 секунд отстала еще одна харьковчанка Татьяна Кузубова. В зачете юниорок на этой же дистанции Мария Митрофанова заняла второе место. А в румынском Петеште прошла матчевая встреча юниорских легкоатлетических сборных Румынии, Израиля, Кипра и Украины. Из харьковчан особо отличилась Алина Калистратова. Ученица Надежды и Валерия Бодровых выиграла забег на 200 метров с результатом 23,77. Также Калистратова была первой в составе эстафетной сборной 4 по 100. Еще одна подопечная этого же тренерского дуэта Алена Малеренко выиграла барьерную стометровку, время 14.24. В толкании ядра Юрий Федосов отправил 6-килограммовый снаряд на 17.93 и стал вторым, проиграв только румыну Андрею Туадеру. В прыжках в шестом Тарас Шевцов занял второе место, Александр Кононыхин – третье. Те, у кого вместо сердца пламенный мотор, открыли сезон в украинском картинге. На первом этапе чемпионата в Полтаве гонщик харьковской команды лидер Александр Ткаченко стал бронзовым призером в самом скоростном классе KZ-2. Чуть отстал от него товарищ по конюшне и дебютант этого класса Илья Телюк. В классе бескоробочных машин среди юниоров также в шаге от пьедестала остановился харьковчанин Александр Дерюга. В Новой Каховке Херсонской области прошел чемпионат Украины среди спортивных школ по стрельбе из блочного лука. В личном зачете харьковчане завоевали две медали и обе серебряные. В мужском зачете с этой наградой завершил турнир Александр Соколов в женском Елена Борисенко. В мужском командном первенстве харьковские динамовцы тоже остановились на втором месте. Это Соколов, Юрий Дорошенко и Антон Таиров. В миксте Борисенко и ее тренер Виктор Голозюк стали третьими. Они стреляли за университет имени Каразина. Завершился очередной сезон хоккейного кубка «Динамо». В финале харьковские «Тигры» переиграли команду организаторов турнира со счетом 5-2. Третье место занял «Полтавский Космос», который в бронзовом финале выиграл у хоккейного клуба «Сумы» 6-2. MVP чемпионата специалисты назвали Дениса Быкова, который выступает за команду «Космос». Волейбольный сезон в Украине окончен. Имя чемпиона страны было известно давно, многим еще до начала чемпионата. Харьковский «Локомотив» по его итогам стал 15-кратным победителем. Помимо этого, команда Юрия Филиппова еще установила рекорд, не проиграв в сезоне ни одного матча. Венцом стали победы в заключительном домашнем финальном раунде. Все со счетом 3-0. В принципе, все получилось, все удалось, как и планировали. Мы не проиграли в чемпионате ни одной игры, и это радует вдвойне. В принципе, я думаю, что мы установили, наверное, какой-то еще один рекорд по чемпионатам Украины, так скажем. А может, и не только Украины. Борьба за второе место закончилась в первый же день Харьковской пульки. Обыграв Винницу со счетом 3-1, его занял Сумской Химпром. Вакантной оставалась третья позиция, за которую боролись Харьковская юрокадемия и та же Винница. Причем гандикап в таблице был у приезжих волейболистов. Многое решила очная встреча, в которой команда Владимира Романцова первый сет проиграла 19-25. Но далее преобразилась буквально на глазах и в трех партиях подряд добилась максимальной с точки зрения набора очков победы. Это волейбол, это спорт. Так бывает, что кто хочет сильнее, возможно, тот и выиграет. И, возможно, мы моложе, задорные, и это сыграло решающую роль в этом матче. Тот матч решил многое, но не все. В заключительный день юристам нужно было выигрывать у Химпрома. Вероятность того, что Винница отберет хотя бы пункт у Локомотива, стремилась к нулю. Юрокадемия задачу выполнила, обыграв за минимальное количество сетов Химпром, которому от этой жизни уже ничего не нужно было. Итак, начав сезон в середине, юристы сотворили чудо, став бронзовыми призерами чемпионата и финалистами Кубка страны. В этом сезоне, как вот, знаете, на подножке уходящего поезда, то будет Суперлета, команда не будет, потом будет Суперлига, не будет, потом впрыгиваем в последний вагон ушедшего поезда, потом на Кубке в 2018 вырываем пятую партию, попадаем в финал, потом домашние туры с Винницей очень нужные были для попадания в четверки. Хотя самая страшная ситуация, когда уже все видят медали на шее, они еще на столе у награждающих. Есть у харьковчана еще одна волейбольная бронза по итогам сезона. Ее завоевал Лока-экспресс в первенстве высшей лиги. Воспитанники Анатолия Янущика в своей группе завершили регулярный чемпионат на втором месте, следом за будущим победителем – Днепром. А серебро упустили в последнем матче финальной серии, уступив второй команде львовского баркома. Но Кубки и медали – не главная задача харьковских дублеров. Показать себя, что они могут, чтобы сегодня главный тренер Юрий Иванович основной команды мог оттуда просмотреть, что есть. Ну, будем так говорить, удовлетворительная оценка, на хорошо я не могу сказать, хотя заработали маленькие, малые бронзовые медали. Мы уже начали привлекать, да, то есть ребят уже в финальных турах, уже был привлеченный и Полуян, и Виецкий. Но я думаю, что все-таки со следующего сезона, дай Бог, вы увидите, да, то есть молодые лица, то есть команда пойдет на омоложение. А если говорить о совсем дальнем резерве, то и здесь у «Локомотива» все в порядке. Юниорская команда этого клуба под руководством Юрия Столяренко стала чемпионом страны в своем возрасте, а детский коллектив, которым занимается Сергей Кисель, стала победителем турнира памяти Любови Каренко. В бассейне НТУ ХПИ завершился четвертый тур мужского ватерпольного чемпионата Украины. Как всегда, особое внимание к встрече лидеров таблицы. Харьковский слобожанец и львовская «Динамо» к очной встрече подошли без потерь. А в ней все решил второй период, в котором львовяне забили два безответных гола. Остальные игровые отрезки соперники сыграли на равных, а потому счет 8-6 в пользу «Динамо». В остальных встречах первые две команды очков не теряли, а потому в табеле о рангах разрыв между Львовом и Харьковом увеличился до 9 очков. Еще одна харьковская команда НТУ ХПИ идет на четвертой позиции. Во втором туре мужского чемпионата Украины по РЭКБ-7, который принимал Киев, Харьковский Олимп де-факто оформил чемпионство. Трех соперников команда Вадима Колышкина прошла под ноль – столичных политехников, Академию из Одессы и еще одну харьковскую команду – ДЮСШ-7. Трудно пришлось только в поединке против вечного соперника одесского лидерца. Харьковчане выиграли 12-5. Де-юре олимпийцы оформят чемпионство в домашнем туре, который запланирован на августовский день города. А в Тернополе состоялся первый тур женского чемпионата Украины по РЭКБ-7. В нем харьковские тигрицы из команды школы ХТЗ «Олимп» выиграли первый этап в группе В, победив Ушгородский Корзо 35-0 и сборную Львова 36-0. В полуфинале воспитанницы Олега Литвиненко уступили Белым Ангелам из Одесской Анатры 5-26. Зато в бронзовом финале переиграли другую одесскую команду от Рада. Счет 22-7. А победителем тура стал киевский «Феникс», который выиграл у той же «Анатры» 24-21. В Харькове провели чемпионат Украины по военно-спортивному многоборью. Сборная хозяев турнира заняла первое командное место. Особенно отличились победители в индивидуальном зачете. Денис Мартыненко стал первым среди взрослых, Артем Вергун – среди юниоров. Андрей Полтавский и Александр Завгородний первенствовали соответственно в юношеской и детской возрастных категориях. На ринге стадиона «Динамо» состоялся первый юниорский турнир на призы заслуженного мастера спорта Украины Сергея Данильченко. Боксировали те, кто не старше 16 лет. Сергей Петрович – человек уважаемый в Харьковском боксе. Он чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр в Сиднее, а также мирового первенства. Сейчас занимается тренерской деятельностью и организацией именного турнира «Шаг вперед» именно на этой стезе. Достойные бои. Соперники друг к другу тоже достойные. Сами видим, что происходит. И хотелось бы, чтобы этот турнир дальше прогрессил, становился традиционным, мастерским, дальше всеукраинским и, надеюсь, международным. О том, что Данильченко – хороший тренер, доказали победами его воспитанники. Например, действующий чемпион области Данил Кушина, который выступает в весовой категории до 52 килограммов. В полуфинале он выиграл техническим нокаутом у Андрея Приходько из Люботина. А в главном поединке, приложив максимум усилий, единогласным решением судей победил Денис Аканоненко из школы ХТЗ. Противник попался гораздо тяжелее, оттягивал. Все-таки призер Украины. Было тяжело, но я переборол свой страх, выполнял то задание, о котором мне говорил тренер, и я выиграл. С особым интересом зрители ждали поединка супертяжей, в котором чемпион Украины 2013 года и финалист прошлого первенства страны Дмитрий Галаган в красном боксировал против Дениса Зорина. Галаган является кандидатом сборной Украины на чемпионат Европы. И этот турнир для подопечного Сергея Верходанова, Александра Стопчука и Анвера Агабекова был чуть ли не последней репетицией. Прошла она удачно. Засыпав соперника ударами в двух раундах, в конце второго он составил синий угол отказаться от продолжения боя. Были перед ним сборы, я тренировался, хорошо батареялся. Есть ошибки, но так в целом доволен. Как было в финале? Тяжело. Сделал все, что мог, тренировался. Помимо названных боксеров победителями турнира на призы Сергея Данильченко стали Богдан Безлепкин из Шевченкова, Олег Габриэлов клуб ТЭЦ-5, Артем Череватенко, Александр Корниенко и Антон Александров из школы ХТЗ, Динамовец Денис Рябко, Владислав Хромцов из клуба «Восток», средневес из девятой школы Ярослав Байдуков и Артем Корчуганов, а также Максим Усатенко из шестой ДЮИШа. Там же на Динамо, но в зале Дзюдо прошел чемпионат области по этому виду единоборства. Соревновались по круговой системе, то есть каждый из борцов должен был провести поединок со всеми остальными соперниками в весе. Большая практика – это с прицелом на Кубок Украины, который в мае примут суммы. Здесь особое внимание к участнику Лондонской Олимпиады Артему Василенко, который борется в категории до 81 килограмма. В ней собрались 8 участников и всех их представитель клуба «Слобожанец» победил, заняв первое место. В супертяжелой категории аналогичного успеха добился победитель континентального Кубка в Софии Михаил Черкасов. Он добыл чистые победы над остальными пятью соперниками. Еще у нас есть около месяца подготовки, то есть мы не ставили задачу, чтобы здесь ребята раскрылись в полную силу. Они находятся сейчас под нагрузкой, еще где-то недельку они будут грузиться, а потом мы будем сбавлять и еще посмотрим. Победителями остальных весовых категорий стали Владислав Шокин, Эдуард Хачиров, Валерий Орехов и Александр Ихмелюк, Духневич и Миндыла. В женском весе до 63 кило первенствовала Анастасия Шевченко. А в чаше стадиона состоялось традиционное посвящение лучших спортсменов местной комплексной детско-юношеской школы в ряды юных динамовцев. На дорожке представители всех шести отделений – бокса, дзюдот, хэквондо, ВТФ, велоспорта, гимнастики и легкой атлетики. По итогам ежегодных смотров конкурсов, динамовская школа традиционно занимает лидирующие позиции в стране. А появляются будущие победители вот из таких юных динамовцев. Причем в этом возрасте не все еще тренируются ради наград, но они придут, если верить в себя и тренера. Среди сегодняшних наших ребят, я думаю, в будущем мы увидим и чемпионов мира, и Европы, и участников Олимпийских игр. Может кто-то с них станет Олимпийским чемпионом. Но самое главное, они станут здоровыми детьми. Ветераны спортивного общества вручили юным динамовцам удостоверение, а в ответ получили поздравления с наступающими праздниками. Кроме того, руководство областной организации отметило ценными подарками выдающихся в прошлом спортсменов и тренеров. Их яркая спортивная жизнь – это пример для тех, кто только ее начинает. Заниматься спортом на Динамо можно и нужно. В парном финале теннисного фьючерса в Анталье харьковчанин Марат Девятьяров и бельгиец Михаил Герц дошли до финала. Там они в двух сетах проиграли французской паре Яник Янковиц, Хьюго Нис. На этом все. Спасибо, что смотрите нас. Спортивного вам здоровья, а все остальное приложится. Редактор субтитров А.Семкин